Очередная трагедия на воде. Уже третий случай с начала года. На этом месте в районе моста Бегущая Лань. 19 июня распивали спиртные напитки. Двое женщин. Одна из них вошла в воду, отступилась, утонула. До сих пор ее тело не найдено. На месте трагедии до сих пор валяются пивные бутылки. По берегам степной протоки сильное течение, глубина ям. В некоторых местах достигает 6 метров. Сразу же после звонка, что утонула женщина, на место выехала группа водолазов. Спасатели сразу же провели водолазные поиски на месте утопления. Затем же были приняты решения обследовать степную протоку ниже по течению. Другим событием. Главе за Играйского района продлен срок содержания под стражей. За решеткой Александр Бурлаков пробует минимум до 9 августа. Напомним, чиновника задержали 22 апреля. Операцию провели управление Следственного комитета России по Бурятии совместно с управлением ФСБ. Бурлакову подозревает превышение должностных полномочий. Якобы он неправомерно передал уголь коммерческой организации на сумму 1,5 миллиона рублей. Кроме того, ему было предъявлено новое обвинение. Глава района принудил находящихся у него в подчинении сотрудников администрации и сотрудников ООО «Жилье» к фиктивному трудоустройству жителей района и отчислению за них налогов и обязательных страховых платежей. Такую схему провернули с документами 60 человек. Далее, сколько веревочки не видится или очередной громкий скандал жильем для сирот перерос в уголовное дело. На этот раз в Кяхтинском районе. В 2013 году администрация муниципального образования из двухэтажной развалюхи слепила некое подобие дома, но без воды и канализации. Глава муниципального образования Кяхтинский район все же подписал соответствующее постановление, которым здание признано жилым, после чего оно приобретено Министерством строительства и модернизацией жилищно-коммунального комплекса и в последующем предоставлено для проживания граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При улучшении полномочий подозревается большой круг. Должнослых ли сейчас следовать или устанавливать, кто конкретно вина в том, что сирот поселили в нечеловеческие условия? Расследование продолжается. Намсарай, Намсарай. Сергей Костенко. Новости дня.